Сегодня же суд в Москве отклонил жалобу главы общества защиты прав потребителей, сокращенного ОЗПП, на неправомерные действия Генеральной прокуратуры страны и Роскомнадзора, которые привели к блокировке сайта организации. Напомню, ОЗПП впала в немилость после публикации памятки для туристов, отправляющихся в Крым. Включенная в Россию в реестр иностранных агентов организация рекомендовала отдыхающим на полуострове соблюдать украинское законодательство, въезжать туда лишь с разрешения киевских властей и только через пункт пропуска в Херсонской области, а также воздержаться от покупки на полуострове недвижимости, дорогостоящих товаров и услуг мировых брендов. Крым и Севастополь в памятке были названы оккупированными территориями. Как пояснила организация, опубликованный документ был подготовлен в связи с многочисленными обращениями потребителей. После публикации брошюры против общества защиты прав потребителей было возбуждено уголовное дело, а доступ к интернет-странице ОЗПП заблокирован. Председатель организации Михаил Аншаков считает закрытие сайта незаконным, однако суд встал на сторону Генпрокуратуры России. Вот что Аншаков и адвокат ОЗПП рассказали в интервью РТВА сегодня. Мы полагаем, что точку в этом вопросе поставит Европейский суд и надеемся на решение вопроса правильным образом Европейским судом. Потому что действительно, если обратить внимание на ту же самую памятку, которую сейчас можно слегка найти в интернете на других сайтах, она не содержит ни экстремистских призывов, ни каких-либо вообще призывов к чему-либо. И с этой точки зрения, конечно, решение суда вызывает множество вопросов. Мы и сейчас не считаем, что имеются хоть малейшие законные основания для блокировки этого сайта. Тем более, что сайт общества защиты прав потребителей содержит более двух миллионов страниц полезной правовой информации. До блокировки его посещало более миллиона уникальных посетителей в месяц. Если Российская Федерация, ее официальные лица, ее политическое руководство не считает, что вот этим присоединением в кавычках или аннексией, как это называют за рубежом Крыма, создан какой-то территориальный спор или вообще имеется какая-либо проблема, но это безответственная позиция, так как действительно во всем мире, за пределами Российской Федерации, насколько уже все знают и понимают, иная точка зрения и в отношении российских граждан предприятий вводятся санкции, есть случаи преследования. Не говорить об этом абсолютно безответственно. Продолжение следует...